Мы приехали в Лужники, мы приехали на чемпионат России по футбольному фристайлу. Причем здесь футбольный фристайл и я. Так вот, смотрите. Сегодня проходит чемпионат России по футбольному фристайлу. Здесь и сейчас. Сегодня здесь будет судьей Влад Костюченко. Но вы его знаете как больше. One ball man. Пойдем смотреть, как же one ball man будет заслуживать россиян. Влад, скажи, пожалуйста, я знаю, что ты очень много участвуешь на такого рода подобных футбольного футбольного фристайла. Я за сколько раз ты чемпион Белоруссии? Я немного сбиваюсь от счета, но кажется, или пять, или шесть. То есть сегодня ты здесь не участвуешь, потому что это чемпионат России и получается ты не имеешь права сейчас. Да, да, да. Российского гражданства нет, поэтому... Ну все впереди. Скажи, а как вот ты, как судья вот этого футбольного фристайла, как ты судишь, как это все оцениваешь? Кто-то, наверное, больше смотрит на сложность. Кто-то больше смотрит на исполнение, на количество ошибок. Давай, чемпион, как всегда. Давай, суди честно. Я буду смотреть на страны. Чемпион Белоруссии по футбольному фристайлу Влад Косвеченко. Влад уже сегодня выиграл, он за одну дисциплину, показал просто недосягаемый уровень. Бешеные трюки. Этот парень не зря выступает в цирке и не зря он чемпион. Участник циркового фестиваля в Париже. Призер чемпионата мира в дисциплине «Лучшее шоу» называется «Рутина». Человеку, который уже несколько имен, он известен под именами «Циркач». Ван Болл Мэн КВП Костюченко Владислав Петрович. Он один из судей сегодняшнего турнира. Друзья, встречайте! Я правильно помню, что помимо того, что ты самый крутой в Белоруссии, это уже мы знаем. Ты финалист вот этого самого крутого чемпионата в мире, который пропустил. Да, я прошел со второго даже места, если я не ошибаюсь, со второго места я прошел. То есть, чтобы вы поняли, если перевести на уровень жонглеров, да, то есть в мире очень много жонглеров, но я думаю, что в мире намного больше людей, которые чеканят мяч. И вот этот человек, получается, финалист того чемпионата мира, который смотрят все фристайлеры в мире. Вы понимаете, какой это уровень, какой это топ? И правильно понимаю, что в этом году ты опять едешь туда соревноваться. Да, и очень надеюсь на какие-то хорошие достижения. Прям... Но я открою секрет. Мы выше работаем вместе. Влад приехал в Москву не просто, чтобы судить этот чемпионат. Секрет того, что он приехал в Москву, он обратился ко мне, чтобы я ему помог подготовить номер на чемпионат вот этот в Чехию, на этот чемпионат мира, чтобы он там порвал всех и занял первое место. Да! Да! Все, завтра идем репетировать. Еееее! Приехали мы в цирк Аквамарин. И сейчас к нам должен подойти, он немного опаздывает, наш друг Симон Аганесян, с которым мне посчастливилось работать в создании его номера. Я являюсь режиссером его номера с билибанцами под названием Мистер Саймон. Но самое интересное, у него сегодня день рождения. Мы приготовили подарки, и сейчас мы ждем его, чтобы ему подарить, и вместе пойти и смотреть в цирк Аквамарин. А, вон он и идет! С днем рождения! Сколько тебе лет? Мне 30. Доставай, у нас вот есть... Подожди, не давай. Здесь... Офис Бермудского треугольника, где ты был. И раз уж тебе 30, точно 30? Мы угадали в подарках. Спиннер! Теперь ты в тренде. Давай, доставай. Давай, сделай мне рейтинг моему каналу Симон со спиннером. Молодежь в Ютубе. Это жизнь. Крути на здоровье! Главный наш подарок, это мы тебя пригласили в Аквамарин. Вот! У них даже афишу сняли. В 2011 году Аня, Симон, я работали в цирке Аквамарин, который был в Измайлово. Как программа называется? Тогда же в принципе все и началось, тогда мы сидели в гримерке, помнишь, с тобой, с Димой Бозрим, кстати, он по-любовку будет смотреть это видео, что ты его хочешь сказать? Диман, приезжай поскорее, ждем тебя тут, в Бакамарине. Хочешь поработать за бесплатно, приезжай в Бакамарине. Я же тогда не был режиссером, я просто как решил помочь, да, с постановкой, вам интересно было, мне было интересно, как ты вот эту всю ситуацию тогда видел? Наверняка в тот момент я думал, да кто такой Чернов? Какой ты режиссер? Да что ты мне не сделаешь? А в итоге что, мы сделали, и нормально, он на Цветном поработал на фестивале, к Обзову съездил на фестиваль. Получается, после того, как мы сделали номер, мне сразу предложил хороший контракт. Вот, получается, уже 7 лет за счет твоей постановки мы уже работаем. Серьезно? Ну да, получается, сделали это с постановкой. Мне надо было на процент претендовать. Я не буду открывать секреты, но я все еще и вновь, то, о чем мы с тобой говорили, что рано или поздно мы это воплотим в реальность. Я очень надеюсь. Хотел бы еще от себя сказать за ребят, которые, к сожалению, начали с этим работать, но отказались. Я думаю, они сами этого знают. То есть, я думаю, за эти 7 лет они будут, наверное, самыми крутыми артистами. Ну и цирка, и не только цирка. Ну, жаль, что они сделали такого выбора. В принципе, еще есть время отдуматься, пока нет 30. Он вас просто зашкварил. Я снова репетирую с Владом. Вон, Влад, разминается. А сегодня у нас будет особенная репетиция, потому что сегодня мы будем обращаться к индийским богам, чтобы они помогли Владу все-таки победить на чемпионате мира в Чехии. Ко мне в основном обращаются вот цирковые ребята, да? Можно сказать, ты парень с улицы, ты футбольный фристайлер. Как так получилось, что ты вообще заинтересовался идти в цирковое направление? И как вообще так получилось, что ты нашел меня? Изначально, ну да, я занимался фристайлом, это была чисто, это субкультура просто. Я каким-то непонятным способом попал на афишу кастинга Дю Солея. То есть, подожди, твое фото было на афише? Да, мое фото на афише Дю Солея. Кастинга Дю Солея. Да. Да. Это интересно. И в результате я попал на кастинг, но в Киеве, тоже Дю Солея, в конце раздавали советы, всем давали советы. И мне, как человеку, опять же, далекому от циркового искусства, нужно найти какого-то режиссера, который помог бы мне поставить профессиональный номер, всего так скрепить, смонтировать. Но мне посоветовали пару таких известных, известных, минивых режиссеров, но я им написал, и, ну, в принципе, они не пошли на контакт. Поэтому я очень долго как-то так тоже писал кому-то и все такое, и, ну, вышел на Тиму Чернова, Тиму Чернова, Тиму, Тиму, Тиму Чернова через Олега Спигина, которому ты ставил номер, который работал с моим другом. Слышь, Олег, да ты в какой-то степени крестный отец его номера. Да. У меня были очень плохие, вот, плохой период тогда, потому что я не знал, в принципе, чем я буду заниматься, и все такое. Когда первый ответ был, вот от тебя, у меня прям просто уже, вот, настолько настроение поднялось. Когда вот появился вот такой вот маленький-маленький вот такой какой-то лучик надежды, это еще совершенно ничего не значило, но уже что-то было, какой-то ответ просто. Я вот просто был очень счастлив. Слушай, ну вот мы сделали номер, записали видео в цирке «Аквамарин», тебе пришло приглашение на цирковой фестиваль в Париж. на тот фестиваль, на минуточку, на который мечтают попасть и большинство цирковых профессионалов. Они мечтают туда попасть. И тут парню пишут. И он говорит, «Париж? Ну, классно. А что это?» Это было очень круто, да. Просто каждый маленький нюансик там был на высочайшем уровне. И начиная от того, как нас приняли, заканчивая публикой и жюри, по сути, я почувствовал себя вот, ну, профилем. Хотя я знаю, что мне еще очень много, над чем можно работать и нужно работать. Когда ты выступаешь на одной сцене с такими прям грандиозными там артистами из разных совершенно стран мира, прошел такой серьезный отбор, ну, уж как ни крути, то все равно думаешь, что, ну, значит, что-то умею все-таки, что-то есть. Да, ничего, да, умеешь. Я, честно, когда я узнал, что ты попадаешь, едешь в Париж, я сам танцевал от радости, потому что это очень круто. И сейчас мы с тобой подготавливаем номер к чемпионату мира по футбольному фристайлу. Да. Как он называется? Называется Супербол. В каких числах он будет проходить? Насколько я помню, 21-27 августа. Сколько вообще участников? Участников, как правило, каждый год от 200 и больше. То есть от 200 лучше, из лучших фристайлеров мира со всего мира, да, едет и участвует и соревняется. Да, да. Для меня на самом деле большая гордость, что я помогаю тебе делать сейчас этот номер. Да, да мы историю делаем. Историю делаем. Я очень надеюсь, что этот номер тоже хайпанет очень сильно. На вашей уже фристайлерской тусовке. Я очень надеюсь, все в твоих руках, а точнее в ногах, как я уже сказал ранее. Так что я тебе желаю удачи. Еее, спасибо. И только удачи. Привез я Владика на Цветной бульвар, чтобы отсюда он сам добирался до вокзала. Мы, россияне, верим в вас, белорусы. Давай, парни там все. Братья навеки. Давай. Давай, брат, навеки. Счастливо. Слава богу, он уехал. У нас очень много теперь других дел. Он едет на чемпионат мира. Я почему-то верю в него, что все будет нормально. А вот теперь смотрите мои предыдущие видео, лайкните мой канал. Спасибо за просмотр. Спасибо за ваши лайки. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!